Можайское шоссе 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 Оказательное шоссе Сначала не до конца понимала Во что я, скажем так, погружаюсь И вот сейчас, по истечении года Я могу сказать, что Вообще мое отношение к дороге К вождению Моя осознанность Она другая совсем То есть год работы в этой организации и она изменила мою жизнь. И я понимаю теперь, зачем я сюда пришла, что это все было не случайно. И много того, чего было накоплено, и опыта административной работы, и опыта работы с законом, это сейчас то, что мне очень сильно помогает в этой работе. А не хотелось вот за этот год плюнуть, уйти и заниматься спокойно своими делами? Могу сказать, что нет. Даже просто... Это же очень благодарная работа той, которой мы занимаемся. Когда ты видишь, что ты помогаешь, реальной помощью, ты видишь результаты этой реальной помощи, это очень обнадеживает, окрыляет и дает силы. Да, всякие сложности, естественно, существуют, потому что организация растет. У вас такая эмоционально тяжелая сфера. Да, эмоционально тяжелая сфера. И это тоже очень хорошо, потому что есть возможность справляться с какими-то своими драконами, с которыми до сих пор не справлялся. И с точки зрения грамотности, собственно, это очень мощная такая проработка, очень мощная проработка психологических возможностей, своих в первую очередь. Я считаю, для меня это очень важно, то, что случилось в моей жизни. Может быть, даже самое важное в профессиональном смысле этого слова. Все не случайно. Ничего не случайного. Елена, расскажите, пожалуйста, о Центре безопасности дорожного движения Московской области. Чем он занимается? Какие функции выполняет? Ну, если мы возьмем название самого Центра безопасности дорожного движения, понятно, что направление нашей деятельности все именно и посвящено безопасности дорожного движения. Но направления деятельности у нас разнообразны, но все в основном они связаны с автоматизацией дорожного движения. Первое – это развитие, эксплуатация, фото-видео фиксация, нарушение правил дорожного движения. Вот те самые камеры, которые мы видим, это ваши камеры. Да, да, это те самые камеры. И при информации, которую получаем благодаря этим камерам, то есть оказываем содействие и госавтоинспекции, Министерства внутренних дел, и государственным исполнительным органам работать над этой проблемой, как бы развиваться и повышать уровень безопасности дорожного движения. Еще одно из направлений – это, в принципе, мониторинг движения пассажирского специализированного транспорта при помощи эксплуатации, скажем так, сложное такое название, региональной навигационной информационной системы. Это, то есть, скажем так, управление транспортом пассажирским, видим, где находим, в чем маршрут, какие проблемы. То есть, ну, в общем-то, весь этот транспорт сейчас под контролем, он весь оснащен датчиком, а мы являемся операторами этой системы, соответствующие тоже помогаем в данной ситуации участвовать, управлять и решать вопросы именно по пассажирским перевозкам. Ну и вот основная деятельность, которую мы сегодня посвятили нашу тему, это оказание информационной, консультационной помощи, поддержки участникам дорожного движения, попавшим в дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. То есть, люди, которые оказались в такой затруднительной жизненной ситуации, ну, здесь тоже наша помощь присутствует. Вот не могу не спросить, да, вот 30 лет водительского стажа у Светланы, вы наверняка тоже автолюбитель. Да, тоже автолюбитель, и тоже 25 лет. Вот можете, как минимум, по собственному опыту сказать. Сейчас, да, у нас все максимально автоматизировано. Раньше за порядком на дорогах смотрели инспекторы ГИБДД, ну, так скажем, точечно. Вот автоматизация, она улучшила дорожную обстановку, стала безопаснее? Ну, она ее сделала более, скажем, оперативнее. Скажем так, безопасность, она тоже... И объективнее, наверное, в какой-то степени. Да, объективнее, оперативнее. Ну, это во многом зависит от дорожной еще и инфраструктуры. То есть, здесь комплексная. Знаете, безопасность, я не скажу, что у вас есть только одно видеофиксация, или там автоматизация. Здесь она такая, как бы, сумма всех наших стараний. Но все равно она стала более, скажем, доходчива до самого участника, скажем. Легче стало с ним общаться. И он понимает, что теперь он не один на дороге. Есть еще службы, которые тоже участвуют в этом движении. Ну, и дополнительно сюда можно сказать, что ведь фото-видеофиксация – это еще некий сдерживающий фактор для участников дорожного движения. С одной стороны, это обнадеживает в случае чего ты можешь получить запись видео. Это тебе поможет в случае разбора какого-то в суде, в том числе. А с другой стороны, опять-таки, ты находишься под прицелом этих камер, да, и надо немножечко за собой тоже… Стимулирует соблюдать правила дорожного движения. В Одинцово центр помощи при ДТП открылся чуть больше года назад. Он расположен на улице Жукова. А недавно его посетил глава Одинцовского округа Андрей Иванов и наша съемочная группа. Рублевское шоссе – дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Спора между водителями о его обстоятельствах нет. Нужно только правильно оформить документы. Позвонили по номеру 112. Диспетчер переключил их на горячую линию Центра помощи при ДТП. При ДТП какие документы надо? Страховка, если есть каска, я так понимаю. И заполнить анкету – все. В принципе, и подсказывают. Таких ДТП в Одинцовском округе происходит от 15 до 30 в сутки. Участники могут оформить документы самостоятельно, не вызывая экипаж ДПС. Но ситуация стрессовая и правовых знаний зачастую не хватает. Ошибка при заполнении бумаг и проблемы со страховой компанией обеспечены. Не допустить этого помогут специалисты Центра помощи при ДТП. Совершенно бесплатно. Рассказывают, как правильно сделать фото-видео фиксацию, как правильно заполнить извещение к Европротоколу, как нарисовать схему. Все направлено на то, чтобы граждане могли самостоятельно, как закон им предписывает, оформиться на дороге и покинуть место происшествия без ущерба для дальнейших своих взаимоотношений со страховой компанией и получить максимально возможное страховое возмещение. Специалисты Центра готовы прийти на помощь в том случае, если в результате аварии нет пострадавших и разлива топлива. При отсутствии у участников ДТП разногласий можно обойтись консультацией по телефону. Если есть разногласия или проблемы какие-то с полисом, то выезжают наши стационарные посты, в которых мы сегодня находимся, например. И здесь уже приезжают. Здесь работает опять-таки наш сотрудник или сотрудник ГИБДД, в зависимости от того, какая все-таки ситуация разбирается. И в рамках полномочий сотрудник ГИБДД, дежурищий с нами ежедневно с 8 до 8, СМИ выдает необходимые процессуальные документы. Центр помощи при ДТП открылся в Одинцовском округе год назад при поддержке администрации муниципалитета. И это сотрудничество будет продолжено, в том числе в сфере пропаганды безопасности дорожного движения. В прямом эфире ТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о помощи при ДТП 8495-508-86-84. Звоните и задавайте ваши вопросы нашим гостям в студии. Светлана, сколько сейчас центров работает в Московской области? Ведь центр помощи при ДТП есть не только в Одинцовском округе. Вдруг наши телезрители не знают. Да, совершенно верно. На сегодняшнюю минуту у нас 7 центров. Это Красногорск, Истра, Одинцова. Говорю в том порядке, в каком они открывались. Химки, Мытища, Люберцы и Подольск. И губернатором установлены еще 10 городов, которые будут открыты в этом году и в следующем. Это в ближайшем будущем, я думаю, это будет Солнечногорск, Сергеев-Посад, Видное, ну и остальные. Балашиха, Домодедово, там, в общем, Большой Пушкино, очень много, большая география. Все примкадовые города, безусловно, и города, в которых наибольшее количество ДТП без пострадавших происходит в сутки. Центров становится больше, значит, практика признана однозначно успешной. А расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось? Вот вообще, как родилась идея? Как создавались эти центры? Да, спасибо, Евгения, за вопрос. Сейчас надо знать свои корни. Безусловно, надо записать в историю. Да, в 2015 году были изменения в правилах дорожного движения, о том, что граждане стали, получили возможность самостоятельно оформляться на месте ДТП. Одновременно произошла реформа сокращения численностей штата МВД. То есть вот это произошло примерно в одно и то же время. И получилось, что граждане могут оформляться сами, сотрудники КБДД не обязаны выезжать, а граждане не умеют это делать. Почему не умеют? Потому что боятся, что потом, придя в страховую компанию, они не получат там страховое возмещение, потому что ведь от одной запятой может зависеть. И от незнания граждане что делают? Стоят часами на дороге. И ждут сотрудника ГАИ. Сотрудник ГАИ все равно в регламенте в своем действует. Он обязан будет когда-то приехать, когда очередь дойдет. Это собираются огромные пробки. А бывает, знаете, вот мы все ездим по Подмосковью, стоишь большой хвост, наконец-то доезжаешь, и там стоят две машины, и у них небольшие там потертости на бампере. А люди не уезжают не потому, что они вредничают, они боятся. Это нормальное человеческое качество. Покинул место происшествия, лишился прав. Да, потому что, к сожалению, может быть, не доучивают автошколы. Возможно, граждане сами не знакомятся с изменением законодательства. Но так и есть. Потому что мы же ведь как курс молодого бойца, или мы там учимся в бою, скажем так. Происходит ДТП, и тогда мы начинаем выяснять. Оказывается, можно было вот так, оказывается, произошли изменения. Никто не просыпается с утра, не начинает просматривать новости, что там в законодательстве изменилось. В общем, одновременно сошлись эти два обстоятельства, и получилось так, что граждане, они не могут оформляться сами, они не умеют. Сотрудники ГАИ не успевают приезжать, пробки. Плюс еще такая страшная вещь, которая при ДТП без пострадавшего происходит, это повторная авария уже с пострадавшим. И есть такая статистика, что на вылетных магистралях, на МКАДе 10 минут жизни. То есть ты, если не уберешься с этого, то у тебя обязательно влетят последующие аварии. И поэтому все вот это вместе сложилось, и возникла идея такого проекта. Это безвозмездный проект, именно. И он всегда будет безвозмездный в этой части, потому что обязанность, которую граждане, собственно, должны исполнять, она законом предписана. И поскольку уж плохо их учат, видимо, мы на себя взяли функцию и эту в том числе. И вот так родился этот проект. Опробовали его на Красногорске. Спасибо огромное Красногорску за это, и администрация, то, что помещение предоставили, и сотрудникам ГИБДД, которые помогали активно, и ДДС местные, там 112, которые подключились к этому проекту, протестировали. И год работы в 2018 году показал сразу результат. Если в начале года на место выезжали 85% случаев сотрудники ГАИ, то к концу только в 40%. В два раза. В два раза. И время стояния на дороге с трех часов сократилось до 40 минут. Результат был налицо. Поэтому в декабре 2018 года вышли на первый раз, доложили на правительстве о результатах. Второй раз уже в мае 2019 года, потому что был результат, ИСТР присоединилась. Мы уже на двух городах протестировали, поняли, что это не случайность. Результаты стабильно нарастают. Кроме того, ведь через нас проходят люди, которые получают эти знания. И это дорогого стоит. Он попал сегодня в ДТП. Возможно, он попадет еще когда-то. И он более не будет так дезориентирован. Он уже знает, что нужно делать. Ну или хотя бы куда звонить. Да, или хотя бы куда звонить. 16 мая 2019 года мы защитились на правительстве. И нам согласовали еще 10 городов. И вот мы начали открывать эти центры. Немножко нас притормозила пандемия. Мы за прошлый год открыли пять. Тем не менее, у нас вот семь центров в связи с тем, что первые два открылись ранее. И вот в 2020 году открылись пять центров. И по мере того, как они открывались, разные особенности в каждом городе разные. Поэтому проект очень живой. Он уникальный. Такого нет больше ни у кого. Есть подобные вещи. Ну, занимаются оформлением ДТП. И приложения существуют. И разные там юридические лица, и физические лица оказывают помощь. Но только наш проект, он вот такой комплексный. То есть начиная от момента ДТП и заканчивая обращением в страховую компанию, мы помогаем гражданам в первую очередь обрести уверенность в том, что они могут это сделать самостоятельно, корректно. И они не беззащитны. И они все могут самостоятельно сделать. А если не могут самостоятельно сделать, то есть те, кто им поможет. Это и мы, это и сотрудники ГАИ, это, соответственно, ГКУ, ЦБДД. Вот мы сейчас к этому перейдем плавно. Да, то есть вот сейчас, на сегодняшний момент, на полной загрузке семи центров мы отработали один месяц в декабрь. И вот январь, и сейчас февраль дорабатываем. В этом году изменилась ситуация. Плюсом там 30% как минимум идет к ДТП, потому что вышел народ на машины, сел. А получилось так, что год многие вообще не ездили, машины стояли, и подразучились, и нервишки подразыгрались. В общем, много чего произошло плохого за прошлый год. И мы видим изменения в структуре ДТП, мы видим изменения в отношении граждан, мы докручиваем проект с точки зрения борьбы со страхами, со стрессами. Он так живет, развивается, дорисовывает сам себя, видоизменяется. И то, что мы сейчас вышли еще раз уже на губернатора, доложили о нашем проекте, то, что нас заметили еще раз, спасибо большое области за то, что они не оставляют наших граждан в беде в данном случае. И нас поддержали, согласовали еще 10 центров, и вот мы сейчас в процессе открытия новых центров. Елена, при Центре безопасности дорожного движения работает горячая линия. Расскажите, пожалуйста, чем она занимается и как связана с центрами помощи при ДТП? Ну, если так смотреть-то, мы прям передовой у нас, фланг первый. То есть весь первый вот этот вот посыл принимаем мы. Как она работает линия, расскажу, чтобы было понятно нашим слушателям. Это зрителям попали в ДТП. Приняты у нас как бы алгоритмы действия на территории Московской области в любой ситуации затруднительной жизненной, мы набираем 112. Набираем 112. Оператор 112 на сегодняшний момент по регламенту уточняет всего лишь два вопроса о чрезвычайности ситуации. Есть ли пострадавшие и имеется ли разлив топлива. Получая отрицательные ответы, понимая о том, что чрезвычайность ситуации как бы она чуть-чуть угасает, по новь принятому регламенту звонок передается в этой же системе 112, в этом же контре. То есть люди никуда отдельно не набирают. Они находятся все на одной связи. Переключаются на оператора нашей горячей линии, оператора Центра безопасности дорожного движения. И уже наш оператор принимает этот звонок, начинает вступать в диалог с участниками и проводит определенную информационную, консультационную помощь, поддержку по регламенту, который у нас имеется. И далее, получив все необходимые действия, там как бы самое первое действие, это главное, конечно, это и сразу говорю, это безопасность, первым делом напоминаем про все необходимые действия в отношении аварийной сигнализации и выставления аварийных знаков, светоотражающий жилет. И не забываем о том, что мы перемещаемся вокруг машин, а вокруг нас имеется поток еще участников. То есть как бы нацелен на то, потому что люди в первые минуты, они очень растеряны, это уже из опыта понятно, они видят только свою беду, не замечая, что вокруг них продолжается жизнь дальше. Поэтому именно наш оператор помогает им собраться, сосредоточиться, взять себя в определенном направлении, и уже услышав, выходя, скажем, на обратную связь со своей проблемой, мы начинаем с ними работать. И далее работа продолжается соответствующая в рамках правил дорожного движения. Волшебного пункта такой есть 2.6.1, который как раз и регламентирует все действия участников ДТП без пострадавших. А самое главное действие, без которого мы не можем дальше идти, оформлять, это проведение фото-видео фиксации. И когда наш оператор говорит, вам сейчас нужно произвести фото-видео фиксацию ДТП, естественно, алгоритма, что нужно зафиксировать, каким порядком, на что обратить внимание, информирует наш оператор. Причем у нас имеется такая интересная, получая мы еще обратную связь, тоже мы можем проверить эту фото-фиксацию, если люди пожелают, на достаточность ее, корректность в фото-видео фиксации. И затем уже, исходя из того материала, что собрали во время опроса ДТП участников, оператор принимает решение, то есть в каком коридоре мы будем оформлять ДТП. Либо с участием сотрудников полиции, если есть определенная ситуация, либо же без участия сотрудников полиции, как говорится, направляя уже граждан на центр помощи согласно территориальности ДТП. И вот на сегодняшний момент у нас пока горячая линия работает, именно в связке вот такого вот этих семи центров, которые у нас имеются. Я единственное хочу добавить, что вот Елена сказала о том, что часть пострадавших, там, участников ДТП оформятся на дороге, это те, у которых нет разногласий. То есть обязательные условия, это два транспортных средства, у них у обоих есть ОСАГО, у них нет разногласий по вине, они оформляются на месте. А если возникают разногласия по вине, вот они направляются в наши стационарные посты, о которых я говорила, центры, в которых помимо наших сотрудников, сотрудников общественной организации дежурит, сотрудник ГИБДД. Который поможет. Который не поможет, а в рамках своего регламента, собственно, если это действительно окажется ДТП с разногласием, он выдаст процессуальные документы. Потому что граждане иногда не отличают тему разногласия по обстоятельствам или разногласия по вине. Трудно сориентироваться, особенно если опыта нет. Поэтому, когда они к нам приезжают, наши сотрудники, уже из горячей линии, мы получили карточку дозаполненную, мы знаем, что к нам... Ну, когда связь прямая есть, то есть мы принимаем участие, В режиме реального времени. Да, принимаем решение, что направляем в центр, то соответствующие люди поехали в центр, а за ними также... Поехали все их картинки. То есть в центре они их уже знают на момент их приезда? Да, их уже ожидают, и вся картинка есть, и, в принципе, уже понимаем, то ли к сотруднику ГИБДД они будут пойти, то ли они придут, и наш специалист в рамках страхового, да, вот этого законодательства, поможет им оформить извещение о ДТП. Не всегда нужно продвигаться в сторону сотрудника ГИБДД. Иногда надо взять себя в руки и не искать виноватых, потому что не факт, что когда ты придешь в этот кабинет, окажется, что именно ты был потерпевшим. А попасть в сводки и попасть... Получить штраф, да, учитывая новый порядок ОСАГО, который вот уже пробуется, так называемые коэффициенты, которые ухудшают или увеличивают стоимость ОСАГО и будут зависеть от количества ДТП. Поэтому здесь мы тоже всегда гражданам говорим. Включите ваш эмоциональный интеллект. Подумайте. Может быть, есть смысл сейчас сесть и спокойно определиться, что вам выгоднее. Получить сейчас страховое возмещение либо поучаствовать в каком-то административном расследовании. Вот такие вот вещи мы решаем на месте. А какие ошибки чаще всего люди совершают при оформлении ДТП самостоятельно по Европротоколу? Как раз я хотела сказать, что у нас именно часть того, кроме того, что есть центр, некоторые люди решают оформить ДТП и идут на то, чтобы на месте. То есть мы провели фото-видеофиксацию и согласно требованиям правил дорожного движения мы говорим, что у вас теперь фотофиксация достаточно. Будьте добры освободить проезжую часть, чтобы не задерживать других участников. И в вашем случае вы можете оформить это по процедуре Европротокола. То есть взять бланк извещения о ДТП и один бланк на двоих заполнить соответствующе с теми моментами, которые там изложены. И вот здесь, что интересно, мы сталкиваемся с тем, что именно конкретно в данной ситуации людям очень нужен вот этот вот помощь. Как говорится, еще один глаз. С документами всегда сложно. Да, почему? Потому что люди, находясь в таком напряженном состоянии, документ, чаще всего это заполняется впервые, соответственно, допускают какие-то некорректные ошибки, которые можно наш оператор просматривать. То есть если они желают, они могут сфотографировать, прислать этот бланк для проверки на корректность. Оператор просматривает свои спокойные, уже привычные обстановки, говорит, что вы знаете, у вас в пункте в таком-то нет того-то, здесь дополняйте это, здесь правильно. И человек, когда он слышит, видит, что ему помогают контролировать, он успокаивается, возвращается, опять дополняем, исправляем, еще раз проверяем, говорим, все, теперь у вас достаточно, все, грамотно, опорно. Еще раз консультируем по поводу дальнейших шагов страховой компании. Кстати говоря, переходя к страховой компании, они же наверняка тоже используют всяческие уловки для того, чтобы, ну, может быть, где-то сэкономить. Вот на какие уловки идут страховщики? Вот я немножечко сейчас назад вернусь по поводу ошибок, потому что это взаимосвязано. Я не хочу бросать камнем страховые компании, потому что, как правило, речь не в уловках страховых компаний, в речне грамотности граждан, вот и все. А страховые компании-то коммерсанты, они извлекают свою прибыль, а на то и мыши, чтобы кот не дремал. Поэтому, уважаемые граждане, вот о чем мы говорим, о каких ошибках? Поэтому предлагаю эти два вопроса рассмотреть вот одновременно. Давайте. Так вот, для того, чтобы не было проблем страховой компании, первонаперво необходимо правильно оформить ДТП на месте. А это вот о чем говорила Елена, правильно сделать фото-видео фиксацию. Есть ошибки типичные, которые допускают граждане. Вот о них очень важно рассказать. Вот, да, я хочу, вот о них как раз простые такие, то, что делают все неправильно, практически, кто первый раз это делает. Крупно снимают номер без привязки к транспортному средству. Крупно снимают место ДТП без привязки к транспортным средствам. Связывают машину рядом, рядом стоящей другой машины, с собачкой, пробегающей мимо, с людьми проходящими. Мы всегда поясняем, чем ценность еще наших операторов от горячей линии. Они поясняют, что такое некорректируемые объекты. То есть фото-видео фиксацию в соответствии с действующим законодательством, постановление, которое четко говорит, как она формулирует, как она делается, фото-видео фиксация, необходимо снимать применительно с привязкой к некорректируемым объектам. Это что? Это столб, машина, дом, то есть то, что никуда не денется. Это первая ошибка, которая допускается. Порядка 15-14 фотографий, фотографии так-то, если что, нам присылается, и вот тогда их будет достаточно. Да, нужно отойти. Если есть такая возможность отойти, Елена правильно говорит, бывают моменты, когда нельзя выйти из машины, и наш оператор в данном случае помогает, он оценивает, он задает вопросы, где вы находитесь, он видит на своем табло, где они находятся, он задает вопрос, как там поток. Поэтому иногда рекомендации не выходить из машины, дожидаться снаряда. Но самое главное, для граждан мы доносим, сохраните свою жизнь, пожалуйста. Так вот, что еще нарушают, что еще ошибаются, как и почему, получается, нет выплаты, там, возмещения страховой компании. Вот, опять-таки, всегда говорю, проверьте ваши бардачки, которые от слова бардак, да. В этих бардачках, к сожалению, могут быть полисы прошлогодние, запрошлогодние и прочее разные. И по запарке вы можете указать данные не того полиса. Вы можете указать не той СТС. У меня лично такой самой было. Я ездила с СТС другой машины. Там с мужем поменялись и не заметили. Я еще хочу добавить электронный полисок, сейчас, к сожалению, проблема большая за пандемию возникла с поддельными электронными полисами. Поэтому мы советуем всем сейчас заранее проверьте, те, кто электронно получал, зайдите в приложение РСА и проверьте полис, у вас есть или нет. Это говорит, посмотрите, проверьте друг у друга. Это еще одна ошибка, которая не даст возможность вам получить возмещение. Далее. Обязательно смотрите, чтобы все галочки были проставлены. То есть подпись оба участника должны поставить. Первый лист заполняет оба участника. Второй лист заполняет свою, а несет уже потом свою страховую компанию. И самое главное, что хочу добавить, самый такой момент, пиковый во всем, что один участник должен написать в последнем пункте 15 свою вину, ДТП признаю, считая себя, а второй должен писать, что ДТП не виновен. То есть признание вот этих, обязательно, потому что часто люди пишут там просто замечаний нет с этим документом. Буквально на днях была ситуация вот такая. Уехали с дороги, договорились, кто виноват. Она не проследила, куда поставили галочку. Приехали в страховую компанию, открывают извещение, а в его галочке стоит невиновен. Вот сейчас там, ну, в общем, такая ситуация. Потом, что на что еще просим обращать внимание граждан, когда они идут в страховые компании? Вот вам задам сейчас вопрос, провокационный, наверное. Для вас есть разница между терминами страховое возмещение и страховая выплата? Ну, я край муха во время съемки сюжета слышала, поэтому... Как полезно бывать на таких сюжетах? Но до этого, я, честно скажу, не знала и даже не задумывалась о том, что есть между этими терминами какая-то разница. Поэтому обязательно давайте расскажем сейчас. Мало кто обращает на это внимание, кто не участвовал, кто не в страховом бизнесе, кто не юрист, да? Разница колоссальная. То есть, согласно закону 40-го Мабасага, страховая компания обязана организовать восстановительный ремонт, причем из новых деталей, без всякого учета, там, ущерба, износа и всего остального. А страховые часто используют и еще к закону Мабасага прилагается приложение, ну, скажем так, рекомендованная форма вот этого заявления страховой на получение возмещения. Наверное, мелким шрифтом, который обычно... Нет, там все нормально на самом деле. Просто страховые некоторые говорят о том, что у нас своя форма заявления. Так вот, никакой своей формы заявления не существует. Есть рекомендованная форма. Вы можете вот эту форму, скачав, грубо говоря, с закона, заполнить ее и прийти. Не имеют права вам отказать. Далее страховые предлагают иногда заключить некое соглашение о выплате как раз с учетом износа. Сразу, если у вас машина там больше пяти лет, минус 50 вам процентов сразу ее вычтут. Так вот, такое соглашение не предусмотрено законом Мабасага. Это в рамках действующего законодательства ГК. А там своды договора. Понимаете? Если вы договоритесь о том, что вы на это соглашаетесь, вернуть назад будет ничего невозможно. Поэтому мы всегда говорим пункт 4.1, 4.2. Когда к нам граждане приезжают, когда они немножечко выдыхают, если мы видим, что он в состоянии воспринимать информацию, мы в центрах об этом рассказываем. Если мы видим, что сегодня он не понимает, мы звоним на следующий день. Мы говорим, вы вчера у нас были, вы пойдете в страховую компанию в течение пяти дней, обращайте внимание вот на такие вопросы. Если нужно, приходите, мы поможем заполнить заявление. Звоним на 14-й день, потому что тогда происходит уже обратная реакция страховой компании. Оборганизован ли ремонт, либо это была выплата, либо что там было. Поэтому говорим, когда вы пойдете в страховую компанию, подготовьтесь. Имейте в виду, что вам должны выдать обязательно акт о документах, которые вы сдали. Все фотографируйте, что вы там заполняете, потому что страховая не обязана выдавать дубликаты, они и не выдают. Напоминаем о том, что есть такая тема, как УТС, утрата товарной стоимости. Все машины, опять-таки, есть такое заблуждение, что моложе трех лет только можно получить УТС. На самом деле нет. УТС связан с пробегом. Бывает у машины 3000 пробега, и 8 лет она стояла в гараже. Поэтому УТС может рассчитать на самом деле объективно только эксперт. Поэтому мы рекомендуем пишите заявление на УТС. Страховая его удовлетворит, если будут на это основания. Сами они редко это предлагают, хотя всегда принимают это заявление, если его написать. Поэтому есть такие лайфхаки, в общем-то, которые, опять-таки, не говорят о лукавстве страховой компании. Просто каждый делает свое. Дело. Правильно? Страховая свое. Просто это носит заявительный характер, вот как мы с вами сказали. Не знаешь, не написал заявление. Не написал, не написал. А знаешь? Да. Потом далее, когда вы направляетесь на СТО, в СТО, на ремонт, опять-таки, одно СТО вы можете предложить свое. Страховая не обязана его воспринимать, но вам может повезти, и у них это СТО тоже аккредитовано. Поэтому, возможно, вам все и... Не надо считать, что страховщики враги. То есть нет, они не враги. Поэтому надо относиться просто квалифицированно и профессионально, и тогда не будет. Но тут, наверное, просто страховщики считают, что они не обязаны разъяснять закон, да? Они не обязаны разъяснять. Вот как вы думаете, может быть, эту обязанность вменить автошколам, если добавить в обучение соответствующий раздел? А вот сейчас вы прям за, сказать, за больное меня задеваете, потому что почему вообще это все происходит? Ну вот я закончила автошколу 30 лет назад. Хорошо я в этой сфере, да, и то, когда я попала в ДТП не так давно. У меня был момент такой, немножко неуютно мне было. Но я, по крайней мере, этим занимаюсь, я понимаю, что мне делать, да? А закончила человек автошколу 10 лет назад, 20 лет назад. За это время столько изменилось. Европротокол у нас с 2003 года в России, до этого его не было, да? Поэтому откуда он знает-то, если он не попал в ДТП? Это первое. Нет, к сожалению, культуры переподготовки водителей, любителей. Ну и по поводу автошколы. Опять не могу вот так вот огульно между делом проходить и клеймить, но вот опять в случае, да, в одном из городов, в которых мы работаем, трижды за месяц попадает в ДТП один и тот же персонаж. Трижды виноват. Выясняем, инструктор автошколы. Поэтому не могу про всех опять-таки сказать, но сомнения закрадываются. Поэтому хотим двигаться в этом направлении, обсуждаем уже эту тему, хотим предложить курс, начитывать именно грамотность в сфере оформления документов. Это не будет большое количество часов, не очень утяжелит, вот, скажем, время обучения, увеличит этот размер. Но добиться того, чтобы граждане, выпускаясь из автошколы, четко понимали о своих действиях при ДТП, а далее еще, и шагнуть дальше, это о первой помощи при ДТП, помощи при пострадавшем, потому что это вообще страшная история. И когда я начинаю об этом говорить, некоторые мне как контраргумент говорят, ну, это опасно, а вдруг мы сделаем хуже. На что я всегда говорю, вы когда-нибудь смотрели, что лежит в вашей аптечке? Да? Что там лежит? На что мне отвечают? Ну, бинты, какие-то резинки. Пластырь. Пластырь. А вот этого как раз и достаточно для того, чтобы гражданин дожил до скорой помощи. Ровным счетом об этом, об этой первой помощи, я и говорю. Вот это как раз можно научиться. Не надо трахеостому вставлять, насмотревшись американских фильмов там, да? Но укутать, дать согреться, зажать артерию, дать возможность кровью не истечь, привязать язык, если человек в сознании потерял. То есть вот эти вещи с использованием, как вы говорите, жгутов, бинтов и пластыря, возможно. Опять, где мы должны, в каком месте об этом говорить, где учить? Конечно, в автошколе. И в автошколах, и в общебразовательных школах, и, возможно, в каких-то общественных палатах, у которых много общественных организаций, большой доступ к мамам, к папам, к родителям, потому что все мы в любом случае, так или иначе, нет ни одного человека на свете, который не является участником дорожного движения. Он либо пешеход, либо пассажир, либо автомобилист. Конечно. Елена, Светлана, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Мне кажется, что надо обязательно встретиться еще раз, потому что и половину вопросов мы с вами сегодня не затронули. А я хочу предупредить наших телезрителей, что на центральный регион снова надвигаются снегопады, а они заметно осложнят обстановку на наших дорогах. Будьте внимательны, берегите себя и до новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok